Ну а что, это первое раз они разговаривают, что ли? Постоянно разговаривают. Почему Алиев, вот допустим, во время 40-дневной войны пошел на компромисс тогда? Потому что произошел инцидент с российским вертолетом, и заявления нашей стороны были такими, что мы сейчас нанесем по Азербайджану удар в ответ за это. И тогда Алиев испугался и пошел на заключение компромиссного варианта. При таком варианте, да, а то, что он его будет уговаривать, ну да, Алиев скажет, вы видите, они сами не выполняют, они сами стреляют, они мины завозят. Ну это бесполезный разговор совершенно, уговаривание бесполезно. Нужны конкретные шаги. Ну не как в 2020 году, а надо занимать принципиальную позицию. Надо публично озвучивать наши претензии к Азербайджану. Не делать вид, что у нас только Пашинян, значит, какие-то там заявления допускают. А Алиеву все можно делать и все можно говорить. Вот. Надо перестать делать вид, что Азербайджан наш такой уж очень сильный союзник какой-то. Вот. А надо реально, так сказать, обозначать, что нам в поведении Азербайджана не нравится. И тихая дипломатия, так называемая, это дипломатия умиротворения агрессор. И она должна быть прекращена, если мы хотим добиться каких-то результатов.